Любой бизнес состоит из двух главных составляющих. Качество товара или услуги и умение это продать. Про продажи как таковые мы уже неоднократно говорили с именитыми мастерами этого дела. Сегодня поговорим о руководителях тех самых отделов, где происходит один из важнейших бизнес-процессов – продажи. В качестве эксперта мы выбрали бизнес-тренера клуба молодых бизнесменов, управляющего отдела по продажам одного из столичных фитнес-клубов. Ведь по большому счету важна не столько сфера деятельности, сколько механизмы, методы руководства и контроля. Итак, кто он – руководитель отдела продаж и какие инструменты используют в своей работе? Смотрим. Итак, кто становится руководителем продаж? Многие владельцы бизнеса любят выдвигать в начальники самого лучшего продавца. Логика их проста. Раз человек хорошо продает, значит сможет научить и проконтролировать других. Но так ли это на самом деле? Конечно, желательно, чтобы этот человек умел сам продавать, потому что если он не умеет продавать, то ему очень сложно поднять за собой людей в бой. Они не верят ему, не верят его аргументам, его доводам, его инструментам. Потому что очень часто получается так, что руководитель говорит, а потом эти инструменты невозможно применить в продажах. Поэтому если он может сесть рядом с менеджером по продажам и продать, вот тогда ему будут верить. Он должен любить людей. Он, на мой взгляд, не должен наказывать людей. На мой взгляд, он должен уметь ставить задачу перед своими сотрудниками и показать им путь выполнения задачи. Следующая задача руководителя – разработать стратегию. Умение планировать – одно из наиболее важных качеств профессионального менеджера. Вопрос в том, что мы ставим, как мы определяем, скажем, понятие продажи, мы в «Энерджи» это определяем как помощь. Потому что всегда человек, который приходит что-то купить или интересуется чем-то, он, на мой взгляд, он всегда нуждается в помощи. Продажи – это помощь. И я набираю именно таких сотрудников в отдел продаж, которые любят помогать другим людям. Ведь на самом деле это огромный кайф – помогать. Следующая важнейшая составляющая работы руководителя отдела продаж – мотивация сотрудников. И тут нужно подойти к делу очень ответственно, с учетом всех запросов подчиненных. Больше мотивации, чем мотивировать сам себя менеджер по продажам, сложно придумать. Почему? Потому что это должен быть априори высокомотивированный человек, который не хочет работать на зарплату. Человек, который хочет работать в процентах от дохода. Человек, который говорит сам себе, я могу за то же время сделать больше, я могу сделать лучше. Вот таких людей я ищу в отдел продаж. Конечно же, компания должна устраивать какие-то конкурсы, какие-то призы, причем желательно не банальные. Мы стараемся, мы стараемся так делать. То есть мы должны поддерживать дух игры, потому что продажа – это игра. Подбор персонала и его обучение – следующий пункт в списке задач руководителя отдела продаж. И если с подбором все понятно, то есть ли необходимость в обучении, когда существует уже определенный опыт? Очень важно учиться и учить, давать возможность учиться своему персоналу и самому развиваться. Потому что всегда появляются какие-то новые методы, новые методики, новые инструменты, новые фишечки какие-то. Как по-другому быть впереди. Поэтому очень много уделяем внимания обучению и тренеры, и руководители. Отдельные семинары для руководителей, отдельные семинары для тренеров, отдельные семинары для сотрудников. Отдел продаж, сотрудники слушают двухнедельный курс для начала. То есть отобранные потенциальные кандидаты, они слушают двухнедельный курс, на основании которого и я принимаю решение, кого бы я хотел оставить. И ребята принимают решение, кто бы из них хотел бы остаться. И еще, что немаловажно, саморазвитие и самообучение. Как бы то ни было тяжело признавать, незаменимых людей нет. И на смену даже самому опытному руководителю очень скоро может прийти его подчиненный. Но страхи в сторону. Просто будьте начеку и не допускайте этого. Страх – это вообще очень плохое чувство, оно мешает развиваться. Я думаю, что намного более полезно стараться быть настолько крутым или настолько много делать, чтобы другому потенциальному руководителю очень тяжело было войти в твои тапочки. Чтобы они были очень большие для него. Потому что нужно стараться сделать так, чтобы больше тебя уже никто не мог сделать, а мог только повторить. Вот тогда это здорово, это круто. Но прежде чем дойти до всемогущего начальника, важно знать о некоторых сложностях, с которыми придется столкнуться новоиспеченным руководителем. Особенно, если сегодняшний босс – это вчерашний менеджер по продажам. Ему теперь нужно сделать, развернуться на 180 градусов. Почему? Я уверен в том, что руководитель – это представитель администрации в отделе. А не представитель отдела в администрации. То есть он обязан отстаивать теперь не интересы своих подчиненных, а обязан отстаивать интересы администрации. Конечно, не забывая в интересах своих подчиненных. Но это человек администрации. Руководитель отдела, да, он наверху, но наверху только по одной причине. Ему удобно видеть сверху все, что происходит в отделе и оказывать помощь своим сотрудникам. Основная задача руководителя – помогать сотрудникам. Им нужны, в общем-то, две вещи от руководителя. Это помощь, а помощь он может оказывать только, если он компетентный человек. И это справедливость. И вот она самое, что ни на есть золотая середина. Когда и владелец доволен, и сотрудники не обижены. Главное не перепутать. Защищаем интересы босса, а помогаем подчиненным, которые должны себя чувствовать рядом с вами коллегами. Все-таки сколько бы новых инструментов и фишек не придумывало человечество в погоне за большими продажами, основные принципы взаимоотношений остаются неизменными. Не пренебрегайте своими главными человеческими принципами, господа. Надеюсь, информация была полезной.